И так привет дорогие подписчики и зрители канала, меня зовут Артур, сегодня мы начинаем прохождение Demon's Souls, самой сложной игры в этом жанре на мой взгляд, гораздо-гораздо сложнее чем Dark Souls, ну насколько я успел пооценить, я не так много в нее играл, то есть то что будет происходить в первых двух сериях, это будет не слепым прохождением, там дальше уже наверняка я дойду до тех мест где еще не был, игра надо сказать будет, это прохождение будет не очень длинным, потому что игра где-то в половину меньше чем Dark Souls, но тем не менее местные боссы гораздо-гораздо сложнее. Так, сервера пока работают, очень многие волновались, что 30 мая сервера все вырубятся и часть сетевых функций в игре будет недоступна, но тем не менее это пока что актуально, только для Америки европейские сервера работают, так что давайте разбираться, здесь я думаю все будет, прибавим маленькой гаммы, чтобы вам было лучше видно, потому что моя плата захвата довольно сильно все темнит. Все нормально, 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 я специально это все не вырезаю, чтобы вам показать очень многим вот такие вот детали, типа хада, там интерфейс, вот это все интересно, давайте смотреть, разбираться. Так, и создаем персонажа, но мы не будем создавать персонажа, то есть мы воссоздадим персонажа, одного нашего старого знакомого. Ой, господи, а как я не люблю эту пластейшеновскую клавиатуру, какая она неудобная. Так, P. Хотя просто с непривычки я ее редко пользуюсь, а так-то я думаю, ну это как телефонный набор ввода, это по-моему достаточно глупо. Для PlayStation, как и для Xbox, продается специальная клавиатурка, которая в Xbox подключается снизу у PlayStation, сверху, по-моему, к геймпаду. Ну, как-то не знаю, нафиг это вообще нужно. Так, PopCop, мужского пола, класс. Я хочу быть в этой игре более таким тяжелым рыцарем, потому что в прошлой игре я играл, как вы знаете, очень легким персонажем. Хочется разнообразия, и вот этот вот персонаж, у него, как видите, упор идет в силу, то есть Strange. У него ее 14, Dix City 10. Мы будем качать силу, я думаю, и сделаем достаточно тяжелого персонажа, что для нас не свойственно. Но тем интереснее будет прохождение, я думаю. Так, ну и внешний вид. Происхождение. Восток. О! Такой нордический, прям из Карима пришел, допустим. Возраст. Нашему PopCop лет где-то так под 25-30. Ну, где-то вот так пусть будет. Очень такой мужественный. Нет, вот такой. Прическа, в принципе, вот такая более-менее похожа. На его шевелюру. Ну, сейчас подберем что-нибудь. Вот тоже похоже, кстати. Ну, вот это вот пусть будет. Так, цвет волос белобрысый. На сифироту похож. Ну, ладно. Так, хорошо. Что дальше? Куда нажимать? Так, ладно. Ну, пусть будет такой. Тут вроде как-то можно более детально настраивать нос, рот. Ну, то есть черты лица. Но зачем нам это нужно? Все равно большую часть времени, я думаю, что он будет со шлемом на голове. Поэтому какие нафиг проблемы. Блин, как я рад, что я наконец добрался до этой игры. Я просто обожаю Dark Souls. А демон Souls от нее не сильно отличается. Как обычно, сюжет, проклятое королевство, отрезанное от всего мира туманом. Туда пришли демоны, потому что проснулся какой-то старейший в самом низу этих земель. Слышеный век не возвращался. Но валорфаксов, the royal twin fangs, broke free from the fog и told the world of Boletaria's плight. Да, собственно, пришли демоны Пожинающие души Кто терял души, терял и разум Сразу хочу сказать, что в области стилистики, дизайна Эта игра наглую выше Dark Souls Потому что Dark Souls это такое достаточно стандартное средневековое фэнтези темное Здесь же они натурально работали Ну то есть они работали вместе с внутренними командами Sony в сотрудничестве Поэтому игра является эксклюзивом PlayStation И сюжет... ой, блин, сюжет Внешне тут все выглядит просто, блин, как-то неописуемо Чисто по дизайну Юрт, the Silent Chief Sage Urbane Скервер, the Wanderer The Sixth Saint, Astraea, and her knight, Garo Vinland And Sage Freak, the visionary The colorless deep fog slowly creeps beyond Boletaria's borders Human kind faces a slow and steady extinction The deep fog will eventually swallow all lands near and far Туман скоро поглотит Поглотит все У Boletaria есть одна последняя надежда Одинокий воин Который Рискнул войти в этот туман Земля нашла спасителя Или демон нашли нового раба Интересный вопрос Вот как раз то, что я говорю Попав в плане стилистики Тут даже загрузочный экран И все выглядит настолько круто Это, по-моему, просто шикарно Это наш главный герой Храбрая душа, не боящаяся смерти Я проведу тебя Сейчас ты мог вернуть старейшего обратно В его нору И вот, собственно, туториал Как видите, игра графически практически идентична Dark Souls То есть, после Dark Souls После того, как я там достаточно много времени провел Мне тут все будет достаточно хорошо знакомо При этом игра гораздо более хардкорная Чем тот же Dark Souls И бэкстебы, скажем, или парирование Здесь гораздо более серьезные требования К игроку предъявляют Ну, на мой взгляд Насколько я знаю По крайней мере, я могу ошибаться Кроме того, игра Из-за того, что она сделана и затачивалась Исключительно под PlayStation Здесь и графика на PlayStation выглядит почетче И как-то она идет поплавнее, как видите Короче, хорошо, блин А так, по сути, это тот же самый Dark Souls А, помнит руки еще Но это обучение Наш герой пока в жизненной форме Он пришел в эти земли Чтобы разобраться, что это как Блин, я забыл, я эти не читаю Но это пока что обучающие Они, в принципе, это все мы и так знаем Немножко другая анимация Но, в принципе, все то же самое Блин, до чего офигительная игра Это очень круто Я так рад в нее вернуться Кстати говоря, вроде как на Е3 обещают Анонсировать новый Souls Я не знаю, это будет Dark Souls 2 Или как-то по-другому Оно будет называться Ну, короче, что-то эдакое Я надеюсь, это будет Dark Souls 2 Потому что я уже сюжетно прикипел к ней Demon Souls это уже, на мой взгляд, пройденный этап Потому что, ну, ее создавали в сотрудничестве с Sony И уже, как бы, возможно, они Навряд ли, короче говоря, к этому вернутся Так, тихо Вспоминаем Ну-ка, давайте отпарируем Ну, в принципе, механика вообще идентична Ноль в ноль Поэтому Так, а другие игроки бегают Поэтому, вроде как, все получается у нас Я думаю, эту игру мне будет достаточно просто проходить Ввиду того, что скилл определенный я набрал уже по ходу игры Недавно, кстати, начал играть Dark Souls New Game Plus Ну, чисто для себя так пробежать И буквально Не поверить Где-то, наверное, за два часа я добрался до Zen's Fortress Потом понял уже просто, что по второму разу Не так интересно играть лично мне Потому что я не ради прокачки играл А именно ради ощущений в этом мире И забросил Поэтому вот это, в общем, школа дает о себе знать Так Crash and Moon Grass Это наши лечилки Здесь нет фласков, как нет и бонфайров Вот эту траву нужно собирать Если она кончится, вы восполните ее И вам Около ближайшего бонфайра не получится Нужно следить и их экономить Так что, в общем, такие дела Квадрат, используйте вещь Ну, я понял Я пока не сильно-то ее и потратил Это что такое было? Блин Игра офигенная Мне сразу три дали, что ли? Супер Вот только когда Уже, собственно, начинаешь играть В одну из этих игр Понимаешь, за что ты их любишь Именно за очень отзывчивое управление Идеальную, просто великолепно продуманную Боевую систему И за эту атмосферу Ну, слышите, вообще же Тишина полная, жидковата Натурально Натурально Зомбяченные земли Так, не надо расслабляться Что-то я Больно уж спокойно себя с ними чувствую Так, тут мы пробегали с той стороны Ой, я думал не дотянется Игра, надо заметить Гораздо плавнее идет, чем Dark Souls Именно оно по ощущениям идет В 60 кадрах в секунду Но вы-то этого не почувствуете Потому что На записи я Ограничиваю количество кадров На 30 Так, это, по-моему, местный чекпоинт Я не помню, что это делает Арчестон По-моему, они возвращают в Нексус Но это вы поймете попозже, что такое Нексус Переместиться в новую зону Пожалуй, сейчас, секундочку Что-то типа бонфаеров Но это Маленько другое все-таки Они больше являются порталами Короче говоря, в новой локации Но тут все, похоже, больше ничего нет Так, ну-ка, прыгать тут можно? Ой, какой я тяжелый Прыгать что-то не получается Здесь, возможно, нельзя прыгать Или потому что я тяжелый Так, опинаться А, тут вместо опинаться Вот так полкаться, да? Ну ладно Опинаться было прикольнее Здесь очень-очень замудренная система Тенденций, то есть Когда ты находишься в человеческой форме В одном из миров И тебя убивают У тебя поднижается тенденция И, соответственно, у всего мира И мир с более темной тенденцией Там враги сложнее И на сюжет это влияет И на боссов они более злые С другой стороны Совершая более хорошие поступки Вы делаете тенденцию более белой Высушил Так, ладно Это уже более серьезные противники Как-то странно держишь этот меч Братень К земле Ну ладно Так, с тобой у нас не получится, наверное С мечом в двух руках бегать Потому что Хотя, в принципе, ты бегаешь нормально Не знаю, посмотрим Бонфаер Короче говоря Я, скорее всего, постараюсь Не портить тенденцию Потому что Это очень сильно сказано прохождение Очень многие вещи будут закрыты Если я буду погибать в обычном мире Поэтому Я буду, скорее всего, бегать По миру в форме души только То есть умирать Ну, блин, я вам попозже объясню Короче, вы пока же не понимаете вообще О чем я говорю, что такое Нексус Чуть попозже это выяснится Как видите, здесь достаточно сложно Сделать бэкстеп Я стоял в позиции Которая в Dark Souls Означала бы верный бэкстеп То есть Увернуться было бы невозможно Но здесь не вышло Нужно приучиваться Здесь как-то Больше Так И первый серьезный противник Я помню тебе Спокойной ночи Слабаки Кругом Так Это Мне говорят Как держать оружие двумя руками Так, еще один Я думал, что один такой тут Ну, давай попробуем А то нас щитом, да? Это плохо Ну, давай Удиви меня Не надо Больше Меня Удивлять Так, ладно Вроде пока же нормально все Сейчас мы его закружим Блин, да как тут бэкстеп делать? Да остановись ты, ела-пала У меня уже голова кружится начинает Ух, чуть не укачал меня Блин, вот эта вот анимация, конечно Она Блин По-моему, дебильно выглядит Но с другой стороны Понятно, что если бы они застревали в телах То Вернее персонаж Разстревал бы в этих телах То это было бы Еще более глупо Сотрачно смотрелось Так Ну, пока что вроде получается Это менять оружие Это мы все знаем Это полезно тем, кто Подожди Что-то у меня рапирка, что ли Нафиг не нужна Это нужно тем, кто начинал игру впервые Когда она вышла? В 2007 году, по-моему В 2008 Или даже в 2009 Давно уже Достаточно Несколько лет назад Вот тогда эти советы обучения Кому-то имело значение Короче говоря, кто в первый раз не играет А мне-то уже нафиг не нужно Так, лучник там И там у нас вроде ничего, да? Смяк Годин Подожди, что-то выпало Что-то из них травы выпадает Просто офигеть У меня уже 13 штук Душа солдата Души работают по тому же принципу Их можно использовать И поднять на этот На этом уровень Так, подожди А что там у него было еще? Ничего похоже Игру делали-то те же Абсолютно люди Поэтому Таких же приколюктов Должно быть достаточно полно То есть То есть Секретиков Куча всяких Разнообразных обходов Был даже пост Где-то в интернете Где вот эти вот все Вот этот варящийся Человеческий жир Вот это все Они Дизайн скопировали Из Берсерк Аниме Блайт Таун Практически полностью Ну тут не Блайт Таун Тут он Плагуэтаун называется Но это один в один Такой же геморрой Короче говоря Стилистически игра Очень крутая Так и первая Дверь Туманная Свидание Так, хорошо Это пока что обучение Здесь не бегают Другие игроки Здесь нет сообщений От них Здесь вообще ничего нет Но оно уже заканчивается Практически Так что не думайте Здравствуйте Свидание Хорошо издеваться Когда уже чувствуешь Себя достаточно в силах Персонаж конечно У нас вообще пока что Ватный слабый Но самое главное Механика мне знакома Уже на 100% То есть я не слишком Парюсь насчет этого Броню я не помню Тут можно прокачивать Нет? Ну так Тут броня красивая Да? Красивая И графика красивая Она менее технологичная Чем в Dark Souls Там больше бампа Больше блестяшек всяких То есть там Вот тут стена идет Просто текстура А там она как выпуклая идет То есть каждый кирпичик Ну Так Вот первый босс Он как и первый босс В Dark Souls Практически его невозможно Убить Но если в Dark Souls С него нужно было бежать Здесь просто нужно умереть Это сюжетно оправданно И таким образом Мы попадем в Nexus Собственно Но я попробую драться до упора Постараюсь убить его Хотя он убивается на удар Так что Шансов у нас особых нет Я забыл какой персонаж У меня не поворотливый Один удар Это специальная игра Зуба показывает Новым игрокам Типа Вы не расслабляйтесь Здесь вот так обычно дерут Я видел какое-то видео Где японец по-моему Его убивал даже Или просто там Половину жизни Или полностью практически сносил Но короче говоря Это нереально Его невозможно выиграть Как вы понимаете Это специально сделано Чтобы наш герой погиб Таким образом Он попадает в своеобразный портал Между мирами В Nexus Его метущаяся душа Вот она Это отправная точка Отсюда мы будем перемещаться Во все миры Вот эти вот печати Вот на колоннах Это и есть входы В разные миры Эта ведьма Она молится За души потерянных Чтобы они оказались здесь И вот наш герой Тут оказывается Это Нексус Это Нексус Он держит вместе Эти земли Балетарией Ты не сможешь выйти из Нексуса Пока все пять Аркстоунов Не будут соединены Друг с другом То есть пока не пройдешь Все пять миров Вы умерли И Нексус захватил Вашу душу Вы не можете Убежать из Нексуса Спасибо Кэп Я знаю Так вот Как видите Тут уже у нас Полноценный сетевой режим Вот именно этим Мне и нравится Демон Соус Как-то Вот это вот Нексус Это место Где происходит Очень большая часть событий Но при этом Она мирная Хотя Да успокойтесь Уберите уже Уберите Я ничего не вижу Хотя если Допустим В каком-то из миров Мы как И в Дарксоус Можем тут спасать Персонак Ну блин Чего ты Все Понял Так Блин Телефон звонит Надеюсь вам помех Не сильно идет Но я его сейчас Брать не буду Так Короче говоря Мы получили Нексу Биндинг Это видимо Привязка к этому Нексусу Так называется Так Что у нас тут Давайте осматриваться Ключ Спасибо Какой ключ Тут у нас выхода нет Сначала мы проведем Небольшую экскурсию По этому миру Здесь разнообразные Игроки И просто Игрой самой Оставлена куча сообщений Самых разных А это подсказки Используются Ну полезные советы Короче говоря Выхода отсюда нет Пять камней Кстати говоря Пять ли камней Тут или четыре Ну короче говоря Тут по моему Шесть печатей И одна из них сломана И я сначала думал Что они с помощью Какого-то ДЛЦ Добавят еще один мир Но оказалось Что Это специально было задумано Чтобы В плане стиля Так круто все было Так Мир первый Здесь Главный босс Маленький король В каждом Вот из этих Каждой из этих печати То ли три То ли четыре мира То есть как Они между собой Соединены В один большой И вот Перед началом Вернее в конце Каждого Небольшого И начале большого Блин Как это описать Короче Ну короче Там стоят Вот эти вот Типа бонфаеров И там уже Можно перемещаться Будет Ну это все Вы увидите Это Барроу Кинг Второй мир Их не обязательно Проходить в последовательности И более того Вы не сможете Их проходить По последовательности Один за другим Потому что Некоторые меры Просто будут тупо Закрыты там Пока ты не пройдешь Что-то здесь То есть тоже Довольно таки Все замудрено Вот сломанная печать Туда пройти Никак нельзя И Последний Шадоумен А вот Чифты Такие дела Короче говоря Теперь давайте Поговорим с неписями Здесь довольно таки Сложный Английский язык То есть Староанглийский Я не всегда Понимаю Как ты погиб Идиот Он похоже Атаковал Одного из NPC Кстати Эта игра Еще более Бескомпромиссна Чем Другая То есть Чем Dark Souls Если кто-то из этих людей Умрет То все Вы попали До конца игры Они не возродятся Никаким макаром Допустим Вот здесь Это единственный По-моему На всю игру Кузнец Если я его сейчас Атакую И убью То мне негде Будет покупать Там Точить Чинить оружие Это наш складской персонаж То есть Ему можно складывать Все ненужные вещи В этой части По-моему То что у вас в вентаре Оно сказывается На вашем персонаже Я точно не помню Сам разберусь Вместе с вами Вот это вы видите Тенденция мира Пока что Все у нас Такого Нейтрального цвета Она может Как становиться темнее Так и светлее Так Теперь Что еще тут В принципе Тут как видите Все достаточно узнаваемое Так Да Похоже на то Что Вес здесь Учитывается Даже то Что в сумке лежит Не знаю Разберемся Ты тоже сюда попал Да? Ты пришел За душами демонов? Или спасти Эти землю Чтобы тебя Помнили Как герои Охотишься за демонов? Попробуй один из этих Хардкамней Теперь иди Ты же за этим пришел В эту прокутую Богетарию Хорошо Ведьма Астрая Как ее там зовут? Где она Кстати говоря? Тут у нас что? Тут просто Блин Вот видите Красиво Очень все сделано Именно С одной стороны Это чисто Японский дизайн Такое Но с другой стороны Это натурально Очень красиво Очень круто проработано Так Что ты мне можешь сказать Дедушка А да Кстати Где-то в мире Там я знаю Что еще есть Другие кузнецы Но все равно Это один из основных Ты новенький здесь? Ты здесь ради Майкса? Зовут Болдвин Обычный кузнец Это просто Приноси мне души Которые можешь И торгуйся Я дам тебе оружие Или закую С твоими душами С твоими душами Я смогу прожить А ты с моим оружием Сможешь прожить Неплохая, да, сделка? Так Апгрейд Лонгс Я думаю Я лонгсворд И я не буду больше Бегать с катан И в этот раз Я хочу чисто Таким классическим рыцарем Быть Либо лонгсворд Либо бастардсворд На эту Пока что я ничего прокачивать Не буду Так, а что вообще требуется? 190 Подожди Ну-ка Допустим А, вот, понятно Требуется шардов Хардстоун Три штуки У нас ни одной пока То есть, опять же Достаточно все узнаваемо Хорошо Оружие можно? Так, чинить Хорошо Щит починим Ладно Так, купить у тебя Что можно Травки можно купить Но пока что У нас вроде нормальные И я себя более-менее Уверенно чувствую Короткий Секира Хизер Щит Так, стрелы Надо будет Лук купить Ну, я буду надеяться Что мы найдем его еще Так, ладно И, кстати говоря В этой части Мне говорили Я не знаю, правда, нет Что Если просто убегаешь Не попрощавшись Они могут на тебя обидеться Поэтому нужно вот так Вот лиф выбирать Возвращайся живой Живой Мне нужно, говорит С тобой работать То есть, вот такие дела Достаточно все хорошо Продумано Достаточно все сложно Так, ты у нас Это Томас, короче говоря Когда пришло это проклятие Я не знаю, что меня ударило В результате, когда пришел в себя Я здесь оказался В Нексусе Моя дочь и жена Пали жертвами демонов Я бесполезен в битве Тем не менее По крайней мере Так постараюсь Помочь вам Я буду рад Присмотреть за твоими вещами Буду рад Присмотреть за твоими вещами О чем мне есть Нексил Биндинг Мое кольцо Пользователь теряет Души И возвращается в Нексусе А, это, короче Возвращение сюда Обратно Так, ну что мне нужно пока выкинуть Пока что ничего Мейлбрекер можно выкинуть А, не могу Это не могу, да? Ладно С этим будем разбираться Так, до свидания И тебе не кашлять Так, ну вот Эти аркстоны я вам показал Достаточно Тут замыкается Замысловато Кроме того Здесь есть Дофига пустых мест Я поначалу не понимал Но потом оказалось, что Сюда собираются Все спасенные вами Персонажи И некоторые персонажи Кстати говоря Если они достаточно плохие То они могут Этих хороших персонажей Тут вырезать Начать Я, слава богу, знаю Одного Того Кто тут может Наводить беспорядок И я его просто Не буду спасать Или убью Господи Как это произошло Бог покинул нас Из-за того, что мы Не выказывали Хорошего уважения К королю Умбаса Умбаса Это местное Причитание Типа Господи Оно и в хороших В моменты хорошие Используется В плохие Типа Презисан Что-то типа этого Так, ну пойдемте Наверх осмотримся У нашего героя Как видите Половина жизни Это потому что Он сейчас В форме души И я думаю Я так и буду бегать В основном Потому что То есть Если я полностью Восстановлюсь То при смерти В одном из миров Уже будет теряться Собственно Тенденция мира Будет портиться А мне бы этого Очень не хотелось Потому что Мне неоднократно Говорили Что это Очень сильно Ухудшит прохождение Очень многие моменты Будут закрыты Поэтому если я буду В человеческой форме То я здесь В Нексусе Буду спрыгивать С какой-нибудь Вышки Умирать И идти Уже в миры В душевной форме Кто-то Выпрашивает Рекомендации Так Ну давайте Рейтингом Поставим Если мы оставляем Такое сообщение И кто-то нам Плюсики на него ставит То в результате Нам то ли души идут То ли тенденцию Это улучшает Ну короче говоря Что-то такое И поначалу Вообще не знаешь Куда идти И что делать Думаешь К тем маркстоунам Но к ним Не можешь подойти В результате Оказывается Что нужно Сначала обыскать Вот видите Тоже кто-то спрыгивает Это похоже Спространенная тактика Или нет Подожди Куда он пошел А ну да Молодца Блин Ну вот местный дизайн Это что-то Вообще невероятное Так Мы поднялись Почти до самого верху Еще один спрыгивал Похоже Тут блин Как лейминги С этой скалы все Подожди Закрыто Так мне сюда Вроде нужно Нет Ладно Сейчас мы в этом Нексусе освоимся Я еще пока что Довольно слабо ориентируюсь Нам сейчас нужно Ведьмочку найти Или Все-таки К аркстоуну Попробуют подойти Не знаю Разберемся Давайте попробуем Подойти к первому Аркстоуну Потому что Ведьму я не вижу Мозг хороший Приятный Так Как мне тут Спуститься Красивая броня Такая Мне уже Под конец Дарксоуса Захотелось Играть чисто Рыцарем Потому что Это была Наиболее выгодная Позиция Там под конец Так Ну ладно Пойдемте в Балетариан Палас То есть В дворец Балетариан Огромный Каменный Замок В сердце Северного Королевства Балетарии Голодные Солдаты Чьи души Были украдены Демонами Атакуют Всех Вошедших И тут Еще кроме Прочего Гнездо Ужасных Драконов Алдуины Давно Мы с вами Не виделись Так Хорошо Сколько там Время Кстати Как раз Маленько Хватит Побегать По этой местности Но блин Кстати говоря Игра Достаточно Неприветливо Как вы знаете И здесь У вас Один бунфайр В начале Этого уровня И в конце После того Как вы убьете Босса Но при этом Весь прогресс Ваш сохраняется То есть Если вы Допустим Где-то там Дверь открыли То в следующий раз Начав Вам не придется По новой Это делать Номеры Здесь нужно Проходить За один раз Да Да Алдуин Я тебя помню Я тебя убивал Уже Два раза Так что Не волнуйся Дорогой А нет Барсов Свети не убивал Так Привет Привет Давайте Осматриваться Туда мы Я так помню Мы не можем Пройти Посмотрим Возможно Тут какие-то Блестяшки Лежат Да Точно Что-то лежит И вот Наша Первая локация Лейт Монграсс Она вроде как Более такая Больше жизни Восстанавливает С оптимизацией В игре Определенно Все гораздо лучше Очень плавно Игра работает Хотя конечно Временами она тоже Начинает тормозить Так что Просто офигеешь Так Вот так здесь Выглядит Подобие Бонфайра Это возвращение Собственно К Нексусу Нужно быть осторожным Здесь куча мест Куда мы сможем Попасть Гораздо позже Допустим Вот это вот С ума сошлись Что ли И опять же Вот сюда Мы сможем попасть Только при идеально Белой тенденции То есть нужно будет Сотворить кучу Хороших вещей Или наоборот Ну я не помню Короче от тенденции Много зависит здесь И враги здесь Надо сказать Гораздо слабее Чем они были В туториале С двух ударов Допнут А там с трех С четырех Короче Сюда мы пока что Попасть не можем Запомним эту дверку Возможно Мне кто-то подскажет Попозже Что тут нужно делать Но пока не подсказывайте Потому что это все равно Еще Начало И сюда Насколько я помню Под конец Можно будет попасть Мне говорили Не хотелось бы Слишком уж спойлерить Раньше времени Сразу хочу сказать Что опять же Это прохождение Не будет задротским Я не буду тут Чисто там ради скиллов Проходить Конечно опять Какие-нибудь задроты С двоча там будут С слюной капать И сходить на слюно В бешенстве Что я неправильно играю Там скиллы неправильно прокачиваю Но Мне честно говоря Плевать совершенно На задротов И на их мнение Я стараюсь играть Ради ощущений Че? Я думаю Мы достаточно просто Пройдем этот первый уровень Потому что Ну это натурально Элементарно После того Что мне довелось Испытать под конец Dark Souls Это Ну блин Ну вы понимаете О чем я говорю Вот за этой дверью Босс Чтоб туда попасть Нам придется Только круголей Нарезать Добрый день Тогда выходи Как-то блин Непривычно Он мечом маршет И он туда Мы сможем попозже Попасть сверху И потом уже Откроем вот эту дверку Так что Тут опять Куча срезов Всяких То есть Начало уровня Одно Но от этого начала Будет куча срезов Ведущих в разные части Этой локации Так что Не волнуйтесь Больно много Кружить не придется По одним и тем же местам Блин Как я К бэксэбам Приучился уже И вот тут у нас Откроется Вот этот Я думаю Успеем в этой серии Открыть дверь Потому что тут Немножко нужно обойти Это место Я очень хорошо помню Я тут умирал Ну то есть Представьте Поначалу Когда играешь В первый раз Не знаешь про эту сложность Здесь натурально Дохнешь И дохнешь И дохнешь И дохнешь Так Спокойно Да блин Че не толкаешься Я хотел его столкнуть Шо вам Ну пока что Могу сказать Вообще никакого сопротивления нет Но не нужно расслабляться Эта игра такая Что сейчас вывалят На нас опять Каких-нибудь рыцарей Здесь нет Тех Даркрейфов То есть Темных рыцарей Здесь есть Ребята наподобие них Как и видели С Горячим Разнообразным Светом глазами Они могут Предоставлять Серьезную опасность Засада И там чей-то Блассейн То есть Кровавый ошметок Это значит Что кого-то там убили Хорошо А вот Добрый день Блин Ну я сегодня просто Нагинатор какой-то Нагинатор Или нагибатор Интересно Правильно Хорошо Темно Блин Я могу сломать Эта кровать Эй Успокойся Кровать не могу Ну ладно Поп-коп Заматерил Заматерил Поп-коп Как он Блин В начале Dark Souls Неуверенно Действовал Firebomb Шо Опасайся Вражеской засады Да опять засады Что ли Где А да Здесь же Серьезные враги Ну как серьезные Никак не серьезные Конечно Но Все равно Расслабляться не стоит Свидос Ладно Так Что еще тут есть Вроде все Хорошо Я чувствую Если так будет продолжаться Это блин Начало Это легко Не думайте Эта игра Гораздо сложнее Чем Dark Souls Поэтому Я думаю У нас еще будут Проблемы Определенного рода Так Ты живой еще что ли Так Хорошо Я помню Что они кидают Firebomb Поэтому Короче Вообще Начало Хорошо Помню Я сразу Предупредил Что Начало Будет Не слепым Душа Тут никого нет Я помню Насколько Блин Офигенная игра Офигенная Прям Такое удовольствие Испитываю Случай Прямо Натурально Кущить не могу Кто-то бегает Так Ладно Аккуратно Кто так дышит Хорошо Хорошо С бэкстэбом Не вышло Ну ладно С дабстэбом Постоянно Нужно ждать Что сверху Кто-нибудь Какую-нибудь Гадость На тебя Скинет Кошку Иди Блин Кошка Не мешайся Залезла Корова Ой Ну вот Ну ладно Вроде мало отняла Так Дайся Побыстрому Пробежим До свидания Блин Я конечно Все понимаю Ребят Но Вот с тем Ничего нельзя Сделать Ой Смотрите Ладно Процедурная Анимация Она такая С ней Постоянно Какие-нибудь Глупости Происходят Та же самая GTA 4 Там тоже Подобных Приколов Было полно Так Тут у нас Лежит Бастард Сворд Насколько я Помню Но взять Его не так-то Просто Как видите Ну вы поняли Артур знает Что делать Не волнуйтесь Как и в Dark Souls Здесь зачастую Вы видите Через большое Достаточно Количество Времени Те места В которых Вы начинали Допустим Вот это Как вы помните Начало Собственно Вот это Вот мы все Прошли То есть По-своему Это открытый мир Такой Очень Блин Это необычно Все И очень Это круто Ага Хорошо Давай Кидай Кидай Ну кидай Ёл Так Ладно Хорошо Осторожно Да Я помню Я помню Но при этом Лесенка Лесенка Гораздо Длиннее И Увернуться Будет Сложнее Так что Скорее всего Нифига Не получится Скотина Так Ладно Бастард Сворд Давайте сравним Его с нашим С одним из этих Прямых мечей Мы и пройдем Большую часть игры Я думаю Так Он потяжелее Но я упираюсь В силу Он помощнее Чуть-чуть Так А что Вот это Значки Под надписью Лонгсворд Там Вот это Четыре значки И у Лонгсворда Сразу два горят Интересно Девки пляшут Так Ченщ Ченщ И там Дисплей Это наверное Идет упор Скажем В силу И в декстерити Может у него То есть И с тем И с тем Можно им пользоваться Это чисто На силу Наверное Так Подожди А почему А Тут же Экипировать По-другому Ну как И в той части Так Вместо Мейлбрейкера Мы поставим Баст Он недостаточно сильный Чтобы использовать Это с помощью Одной руки Может быть Эффективно Используем Двумя руками Ага То есть Сколько На него требуется То Блин Охренеть Что-то пока Блин Разберешься Со всем этим Вспомнишь Так Меч Бастард Сорт Это похоже Сила Требуется Нет Блин Как Как Тут Че У моего персонажа Короче говоря Стрейндж 14 А на него Требуется 18 На него требуется Понятно Тогда Пока Что Мы Будем Бегать С этим С Прямым Мечом До Бастарда Руки Доберутся Чуть Попозже Так Почему Я бегать Не могу У меня Перегруз Что Да У меня Перегруз Видимо Из-за Того Что Я Именно В Руках Нашу Кстати Как-то Странно Звука Переката Нет Это По-моему Странно Так Ладно Надо Побыстрому Идти Наверх Зачистить Там По возможности Давай Сюда До серии Уже Заканчивать В голову Попал Скотина Так Ну Давай Чуть Подлечимся Все равно Помаленько Восстанавливать Там У нас Сильный Рыцарь Стоит Но Он Нам Сейчас Не Нужен Добрый День Стреляй Хорошо Ладно Блин Я говорил Что эта игра Гораздо сложнее Но при этом Настолько Ее просто Как Под орех Разделываю Что Сам тащусь Так Он там Рыцарь Он убьет С одного Удара Новички Лучше Попробуют Эту зону Позже Написана Подсказка Используйте Спелы Так что Туда мы Пойдем Попозже Там нам Делать Нечего Просто Вообще Никаких Шансов Вообще Ни одного Даже Меньше Чем с тем Первым Боссом Которого Увидели Увидели Поэтому Сейчас Мы Убьем Монтаву Достаточно Мощного Рыцаря Который Там Стоит Зайдем Вот Эту Башню Спустимся Донизу Откроем Там Одну Из Решеток Собственно Про Которую Я и говорил В начале Посещения Этой Локации И Закончим На этом Эту Серию Такую Водную Тяжелый Рыцарь Да Но Медленный Но Блин Если он Высушит Он по Моему По Жизни Сносит Сразу Надо Быть Осторожнее Ой Тихо Тихо Какой Ты Сильный Да Что Ты Блин Грещи Что Так Э Нечестно Да Ты Скотина Ты Что Делаешь Да Твою Мать А А А А А А А Расслабился Перехвалил Расслабился Панты Как обычно Твою Твою Ой Твою Мать Ой Твою Мать Ох Блин Начинаются Проблемы Короче Что Были Присказки Сказки Только Начинаются Офигеть У него была прекрасная возможность меня убить Мне просто повезло что он не попал одним ударом Ладно сюда мы попозже пойдем Офигеть Не расслабляться ни в коей мере Офигеть Чуть не убила Так ладно Че у нас тут Фаербомб Вот на него надо было фаербомб использовать Но он вроде не возродится больше Или возродится Не помню Ты найдешь кольцо здесь Но я не только кольцо найду О ладно Камикадзе Хоть над вами поиздеваюсь А то тут отрыться Че-то пошатнул Мое уверенно В своих силах Тут куча Народа помирала Как вы видите Так что я еще довольно неплохо справлюсь С копьем был Где-то копьет нашел Офигеть его заломали Так а вот мы выходим на балкон Под нами сами видите Че Начало уровня Рыбим цепи Хорошо И осталось спуститься донизу Достаточно просто все прошло Конечно рыцарь нас натурально Чуть не ушатал Но в целом Вполне себе неплохо все было Блин А куда Куда он кинул вообще? Отлично Целых 33 души Лучше поосторожничать В блоке постоять Потому что уже Мы близки К важной цели Трава? Трава Травоядная у нас Попку в этой части Так хорошо Э А все понятно Я подумал Испугался Что-то не то Клин ринг Что такое Клин ринг? Теряешь меньше хп Когда в форме души Вот мне оно подойдет Потому что в форме души И бегаю Так ладно Отлично В следующей серии Я думаю Мы пойдем Там наверху Мы проход открыли Насколько вы знаете Я в принципе Даже не думаю Что я сейчас К этому аркстоуну Буду подходить То есть Я как в следующей серии Сразу сейчас начну Я побегу обратно Туда наверх Чтобы эти все враги Не возродились Хотя Блин На эти 954 Души Можно уровень поднять Давайте кстати Сбегаем Посмотрим В следующей серии Уже пойдем По новой Конечно Враги возродятся Ну да пофигу Мы этих сложностей Не боимся Тем больше Это не такие сложности Враги достаточно простые Ой Надеюсь вам понравилось Потому что это по моему Офигенно Блин Я натурально Так соскучился Под арк соус Что демон соус Который на мой взгляд Даже в чем то получше Меня просто Откровенно Блин Ну Я не буду говорить Неприличности Но мне очень На 100 лет Большое удовольствие Кроме того С оптимизацией Все хорошо Видите как быстро Грузится как плавно Все работает Натурально Приятно тут находиться Так Ведьма Ты где? Где слепая ведьма? Мне нужно Чтобы она подняла Мне уровень Или это позже Как-то будет Я не помню Что-то нет ее Она видимо Куда-то по делам Пошла Покурить там Не знаю Короче говоря А нет Это не она Ладно тогда Тут есть выражение Нет Похоже Нет С почином Нас В принципе Могу сказать Что это Будет Прохождение Интересное Мне как минимум Надеюсь Вам так же Увидимся завтра В следующей серии С вами был Артур Всего хорошего Пока-пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok